спирт спирт шварценеггер вместо маргунова аль пачино вместо никулина эта технология которую чаще всего называют deepfake здесь железный арни заменил уже хавьера бардема технологический алгоритм выглядит вот так все дело в нейросетях они используются для наложения на оригинал нового лица и его адаптацию под нужные движения вплоть до поворотов головы эта технология она базируется на идеях которые используются в распознавании лиц то есть выделение ключевых точек на лице ну такие как кончик носу допустим брови дуга брови окружность лица точки с изображения одного человека натягиваются на изображение с точками другого человека экспериментировать можно не только с изображением но и со звуком в прошлом году компания режиссера тимура бекмамбетова разработала технологию синтеза голосов знаменитостей программе достаточно дать послушать любого человека и через несколько часов она сможет сказать его голосом что угодно в основе этой технологии лежат рекурентные сверточной нейронной сети которые обучают на больших массивах данных у этого продукта множество применений например поздравление голосами знаменитости розыгрышей или игры еще раз акцентируем ни собчак ни познер этого не говорили что ж как мобильное приложение для розыгрышей блестяще но цели могут быть и другими эта технология она совсем неприятно для безопасности потому что сейчас очень много уходит на дистанционное обслуживание и ну в одном случае если это текст в речь преобразуется в виртуальная личность а если мы подделываем речь конкретного человека эту замена личности и это может быть очень серьезно провокационный пример визуального обмана показал в 2018-м режиссер Джордан Пилл голос он сымитировал сам а вот по картинке это практически трансляция из белого дома а ведь этот дипфейк появился аж два года назад запутаться могут и средства массовой информации такие случаи уже были хотя распознать подмену конечно реально это заметно по отличию детали то есть детализированность лица может отличаться от детализированности окружающей среды то есть но неоднородность изображения тем не менее профессионалы высокого уровня могут создавать действительно опасные фейки например провокационные заявления от первых лиц государства а если взять изображение среднего качества то распознать махинацию будет сложнее так считают эксперты локомотив технологии все равно будет лететь вперед причем все быстрее наша задача не попасть под его колеса оставаться внимательными и критически относиться ко всему что мы видим и слышим даже сейчас